Историю вам расскажу. Жил-был сетевик. Обыкновенный человек, мужчина. На работе жуткая тоска. Абсолютная бесперспективность. Ни с точки зрения денег, ни с точки зрения карьеры, ни с точки зрения нормальной человеческой жизни, ни с точки зрения какой-то будущности. Нифига. Жуть. Рожи эти начальнические надоели. И однажды он, будучи обыкновенным человеком, попал на встречу, где ему рассказали о какой-то компании и вообще об индустрии сетевого бизнеса. И он решил попробовать. Дома, конечно, его осудили со страшной силой. Теща, жена. Обозвали его всякими словами. Никакой поддержки он не получил. И в результате тык, мык, туда с этой баночкой, сюда с этой баночкой. Все смеются. Горько разочаровался. Деньги потрачены. Долг повис. Страшный долг. Триста долларов. По весь тяжким грузом. Страшнющий. И так-то были долги. Да тут еще триста долларов. Снова он пошел на свою работу. Но неудовлетворенность, жажда чего-то настоящего, мечты. Толкнули его в объятия очередного спонсора. Очередная компания. Очередная попытка. И очередная неудача. Опять горькие разочарования. Дома скандалы. Еще один долг. И так трижды. И в конечном итоге это привело к разрыву с женой. Недоумок ты. Безмозгный. Кричала она. От тебя толку никакого. В конечном итоге развод. Семья разрушена. С работы уволили. Долги. Жить негде. В отчаянии. В слезах. В соплях. Поехал Василий. В деревню. На родину. В домик. Где жил когда-то его дедушка. Старая развалюха. На опушке леса. На отшибе. В умирающей деревне. И вот там вот он влочил жалкое существование. И однажды пошел он. Сел в лесу под сосной. Сидит и горько плачет, размышляя о своей несчастной судьбе. В глубочайшей яме. В глубочайшей яме оказался он в результате своих поисков лучшей жизни. Того нет, всего нет, это потерял, семью потерял, денег нет, долги, не знает, что делать. Смотрит на верху сук такой хороший, крепкий такой сосновый. И зароились в него мыслишки. Поняли о чем. Про сук если. И смотрит он. Солнце светит. И видно как паук плетет паутину. Строит сеть. Лапками перебирает, работает, 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 создал такую сеть. И только он ее значит сделал, он взял так от ничего делать палочкой и эту сеть разрушил. Паутину эту снял. Смотрит, паук опять повис, опять зацепился, опять пошел, 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 пошел опять. И опять ловушку для мух сеть опять очередную. Построил опять очередную паутину. Он ее опять разрушил. Безо всякой паузы, безо всяких соплей, разочарований, пауз каких-то. Немедленно паук взялся снова застроить свою паутину. Раз, 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 лапками туда, вверх, вниз, вправо, влево. Круг, 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 круг. Смотришь, у него опять паутину. Он опять ее разрушил. И так несколько раз. И вот он увлекся, наблюдая за работой паука. Наверное, раз пять или семь или шесть разрушил его труды. И вдруг его, как молния, ударила мыслью. Слушай, если какой-то жалкий паук продолжает выполнять свою работу, выстраивая свою паутину, то почему я, человек, высшее создание природы, божье дитя, трижды попробовал, жалко, я ничего не построил. Я только одну линию протянул. Меня наругали, и я бросил. Я столкнулся с какой-то неудачей, и снова бросил. Что же я за человек такой? И собрался, Вася, и поехал снова в город. И все время в голове держал он эту картину, как паук строит свою сеть. Без остановки. Сколько бы раз ее не рвали. Сколько бы раз на смарку его труды не сливали в унитаз. Вы представляете, что? И разбогател Василий. Он добился своего, он продолжал и продолжал, и продолжал, и продолжал, и продолжал, и продолжал. Он нашел компанию, он нашел спонсора, он нашел дело, которое ему было по плечу, и которое ему нравилось. Он нашел способы и методы, он научился, и все время паук был для него примером. В Библии написано, «Семь раз праведник упадет, но встанет». «Семь раз упадет» и встанет. Если вы праведник, если вы верите Богу, если вы идете на дело, которое служит людям, если вы работаете для людей, если вы продаете им реальный продукт, который постоянно потребляется, если он нужен реально людям, не фуфло какое-нибудь электронное, болтовня, сто процентов комиссионных. Мгновенно миллионы людей ты богаче. Компании ноль, тебе все. А реальный, натуральный, нужный людям, потребляемый, возобновляемый, вновь и вновь и вновь продукт, потому что он людям нужен, они сами его покупают. Ты только настрой эту систему. И ты разбогатеешь. Паук и сетевик нужны и в природе люди. Каждый выполняет свою работу. Только делать ее надо хорошо, по-настоящему. И у нас все получится. Ты согласен со мной? Удачи!